Здравствуйте, дорогие телезрители канала Афонтова и, конечно, мои любимые подписчики на моем канале на ютюбе Голова Садова и тетя Таня. Сегодняшняя тема, и она вам очень понравится, вы узнаете, что такое пинцировка. Слово замечательное – пинцировка, что такое медицинское. И действительно, есть два слова похожих – пикировка и пинцировка. Пикировка – это когда мы корень растения, у помидорок, например, при пересадке, вы путаете пикировку и пересадку. Пикировка – это когда корень томатика на одну треть внизу убирается точка роста. От того, что точки роста нет, он начинает мочковаться. А начав мочковаться, его верхняя часть, как зеркальное отражение, тоже начинает расти интенсивно. А вот пикировка – это когда на крайней веточке нужно убрать… Ох, видите, красавчик пришел. Наверное, тлю принесет собака такая. Иди отсюда. Когда нужно убрать точку роста сверху на конце ветки. Ослепить ее. То есть сделать вот так. Видите, я ее отломила. Называется ослепить. И этот процесс называется пинцировка. Запоминайте, пожалуйста, мы должны быть грамотными. Мы же сибиряки. Ни у кого нет такого, как у нас. Значит, зачем мы это делаем? Это яблоня, полукультурка, уральское наливное. В прошлом году, вот даже видно, видите, где начался молодой прирост, да? И тут есть плодушки уже. На следующий год где-то одно яблочко есть, но на следующий год вот где прирост начался. То есть она была вот такусенька, вот где прирост начался. Но она так болела. Она была вся черная в сажистом грибке. Она была вся в муравьях и тле. И мне ее надо было убрать, мне теплицу надо было для ягоды поставить. Я так разозлилась, я ее, конечно, обработала хомо-макси-хомо-мабардуской жидкостью и сказала, так, если ты на следующий год не выздоровеешь, я тебя вырублю и поставлю здесь большую теплицу для ягоды. Представьте, что произошло с деревом. Топором я не махала, я так не делаю. Я и чего их пугать. Посмотрите, какой прирост. Однолетний прирост почти такой же, как сама яблоня. Видите, откуда, да? Вот отсюда начался прирост. А знаете почему? Все очень просто. Я ее кормила с самого начала весны по корочке льда. Это, конечно, мочевина. Я ее опрыскивала магнией-бором. Я ее кормила полным комплексным плодовым удобрением. Я делала для нее все. И сульфат калия, и суперфосфат она тоже получила, как положено. И у нее не просто молоденькие отросшие такие веточки со слабозелеными листьями. Посмотрите, они кожистые, толстые. То есть должно уже начаться и возревание, и стволов, и ее макушек. Мы вот эту пинцировку, ослепление макушки ветки делаем для того, чтобы дать возможность нашим плодовым деревьям всем абсолютно. Молодых касается, конечно. Вот такой старой яблони это не касается. Чтобы вызрела древесина. И чтобы сейчас, до конца сентября, у нее была возможность заложить плодовые почки следующего года урожая. Вот тут она расцветет 100%, потому что это плодушки явно выраженные. А вот здесь их еще нет. Но она заложит плодовые почки и на следующий год выбросит плодушки. И вот уже через год вот это деревце все будет покрыто великолепными. Они янтарные, они прозрачные, они удивительно медово вкусно сладкие. Я даже не знаю, какие эпитеты вообще применить, потому что уральское наливное и воспитанница считаются одними из лучших полукультурок на нашей сибирской земле. Значит, мы делаем обязательно вот эту самую пинцировку. И я хочу перейти к другому дереву. Вот рядом стоящее, здесь тоже очень, здесь очень культурные растения. Это уже не полукультурка, а культурные, то есть крупноплодные. Одна начала расти в стланцевой форме, то есть стелющейся. Видите, как она раскинулась? Одна растет прямо и вторая. Третья, значит, решила полежать. Но у нее тоже очень хороший молодой прирост этого года. И у нее несколько иначе выглядят листья. Видите, у нее такое белое опушение, они разного цвета. Зеленый и как мать и мачеха, да? И совсем белый. И вот эти макушки сейчас очень полезно прищепнуть. Они готовы расти бесконечно. Будет тепло, будет вода, будет не холодно ночью. Пожалуйста, но нам это не надо. Мы должны вот это все оторвать. Вот смотрите, веточки, да? Вот прям берете вот эти. Этот листик можно оставить, но вот это бы я. Вот это все удалило. Тогда только начнется возревание. Тогда закладка плодов почек происходит. И на этих вот ветках этой яблони, стелющейся, явно видно, посмотрите, плодушка, 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 сплошные плодушки. Но нам интересно, чтобы и на этом приросте через год появились яблоки, тем более крупноплодные. Я надеюсь, что вы все это увидите. И порадуйтесь вместе со мной, и будете делать точно так же. Потому что у вас другого выбора-то нету. Вы меня слышите, дорогие мои сибирики, вы меня хоть услышите? Я понимаю, что Россия там и так все растет, у них лето длинное. У нас нет длинного лета. Нам надо все делать вовремя и правильно. Я предлагаю вам все, что делаю я. Это все очень просто. Это не затратно. Ни финансово, ни трудозатратно. Ну да, веточек много. Но если вы хотите, чтобы ваш сад был таким великолепным, как та яблоня, Ну постарайтесь, пожалуйста. То есть молодые яблони, вот им от роду 7 лет. 7 лет они начинают плодоношение. Это ответственный период у каждого растения, и вы должны им помогать. Ну а на этом пока все. Учитесь пинцировку делать. Поможет.